Отдать свой дом для проживания незнакомцам на целую неделю решилась семья из Красноярска. Они даже оставили друг другу сумму денег, которую обычно тратят за это время сами. А связано все со съемкой на федеральном канале в реалити-шоу, где семьи меняются жильем и условиями пребывания. Подробности в сюжете Галины Сергеенко. Открываем. Давай уже посмотрим. Дашуля! Ура! Да! Я очень хотела на Камчатку, но туда я хочу больше. О, подожди, Красная поляна. Нормально. Да, я хочу туда. С этого началось путешествие семьи Глушковых. Пара с дочкой на целую неделю обменяли свой особняк на крохотный купольный домик в Сочи. А пойдем посмотрим, что внутри. Но тут мне нравится. Так уютненько. А связано это со съемкой в реалити-шоу на кабельном федеральном канале. Там герои переживают настоящее приключение и отправляются в отпуск по обмену. Домами. На несколько дней люди из абсолютно разных миров меняются не только жилищем, но и судьбами. Оставляют друг другу бюджет, который обычно тратят за это время сами. Также обе стороны пишут список домашних обязанностей. Их семьям нужно выполнить. К примеру, красноярцам пришлось собирать в лесу каштаны, хотя ребята даже не знали, что это. А пара из Сочи познакомилась с лошадью и даже убрала ее за гон. Ребята сами мне написали. Причем написали года два назад. Тогда только этот проект начинал. Я сказал, ну ладно, окей, давайте. Мы тогда должны были, по-моему, поехать в Японию или в Канаду. Выбор был. Я говорю, ну давайте, прикольно в Японию. И потом у меня какие-то там свои обстоятельства. Мы отказались. Но тут случилась пандемия. У семьи появилось много свободного времени. И вот в октябре 2020 года Клушковы все-таки решились на эксперимент. Страха не было. Все делалось на позитиве. Да и отдать свой дом незнакомым людям не составило труда. На самом деле очень много от друзей поступало вопросов, как ты и свой дом. Это же личное, это пространство, это аура, это постельное белье и тому подобное. Да, но если все время в голове держать такие мысли, мне кажется, с ума можно сойти от этого. Мы люди вообще очень гостеприимные, открытые. И, конечно, нам повезло, что к нам такие же люди приехали. Мы никакой ауры не почувствовали, никакой тяжести. И вообще все было круто. В общем, не пожалели, что съездили. Впечатлений много. А вот по прилету домой семья обнаружила дырку в потолке, а встретил их густой и черный туман. Да ему много было. Мы зашли прям копченостью, пахло и, да, запах стоял. Здесь, ребята, костер начали разжигать. Это не там, а здесь. То есть здесь все было белое, а вот закоптилось. Ну, по сути, что, как будто настоящий камин, как все, как и надо. Потом пришлось несколько дней проветривать особняк и тщательно простировать вещи, чтобы избавиться от запаха. К слову, у Глушковых есть еще одна дочь – Джема. В съемках шоу она не участвовала, потому что заболела коронавирусом. Поэтому федералы приняли решение вообще не упоминать о девочке. Вся семья ничего не боится и готова на любой отрыв. Поэтому впереди еще много приключений. Галина Сергеенко, Илья Сенкевич, 7 канал.